Сегодня в видео вы увидите восточную жемчужину Абхазии, которая называется Ольгинские водопады. В конце видеосюжета посмотрите полностью пролет над тем маршрутом, по которому мы с вами пройдем. Ух ты! А тут как провал! Невероятные живописные кадры. Вы посмотрите на Ксению. Действительно тоже одно из чудес Абхазии. Добрый день, дорогие друзья! С огромным приветом вам из Абхазии, Юрий и Ксения. Мы вас сегодня приглашаем на прогулку на Ольгинские водопады. Сюда ведет около 17 километров военно-сухумская дорога и местами она прям убитая. Но мы спокойно проехали. Также вы можете увидеть, что сюда приезжают и легковые автомобили. То есть посетить это место вы можете на своем транспорте. Ну или взять экскурсию, как вам удобно. По пути много красивых мест, которые стоило бы останавливаться и смотреть. Но мы подумали о том, что мы и так постоянно снимаем одни дороги. Давайте смотреть достопримечательности. Здесь также идет эксплуатация животных. Два медведя. Один большой медведь сидит в клетке, его можно тут покормить. Помощь медведям оказать. И еще один большой медведь спит. Я против эксплуатации животных, поэтому жалко, что они не живут в каком-то заповеднике. Рекламочка. Вот сюда 200 рублей с человека и 100 рублей парковка мужчины. Сюда уже начинается вид на это ущелье. С нами водопады. Вот эти ванночки являются самым живописным местом. Поднимаемся наверх. Пока это самый дешевый водопад. Обычно везде нам выходит все 600. Но за парковку берут, кстати, в первые денежки. То, что я вам озвучил, здесь все это написано. Также есть кафе, в котором можно поесть с видом на это ущелье. Так, сказали, здесь есть еще водопад Медвежий. Но там сейчас временно вода не течет. И туда идти нет смысла. А здесь можно увидеть, что что-то ничего не работает. К большому сожалению. Ага. Ага. Вот так вот выглядит это место. Ну, очень прохладненько, да? Да. Мы в ущелье находимся. В ущелье всегда холоднее. Хотя сегодня тепло должно быть до 20 градусов. Жалко, что не работает заведение. Мы бы здесь поели. Ксения пошла утепляться, сказала. Ей прохладно. Поэтому подготавливайтесь правильно, ребятки. Берем. Вот такие живописные места, конечно. Которые привлекают сюда туристов. Такого нету, что там прям огромные водопады, как мы были вчера. Просто красивые, ландшафтные. Переплетение воды, зелени, гор. Выглядит это действительно очень красиво. На Медвежий водопад можно было пройти в эту сторону. Минут 20 где-то подниматься. Тропа есть, указатель есть. Ну, раз там река не течет, то есть смысла идти смотреть на камушки особого нету. Десенка довольно-таки крутая. Спускаемся в само ущелье уже. Здесь есть мосточки, по которым можно прогуляться. Это рукотворная заводь. Получается, сделана перед рестораном. Не хватает только рыбы какой-нибудь, чтобы здесь плавалось, создавало уют. Ну, вот сюда можно выйти, сфотографироваться в этих местах. Читал, что выдают сапоги. Сегодня мы никого выдающего сапоги не увидели, по большому сожалению. Говорят, что название свое водопады получили от княгини Ольги. Либо от поселка, который здесь находится рядом, Ольгинский. Какой из этих вариантов является правильным, я честно не знаю. Хочу сказать, что выглядит это невероятно красиво. Посмотрите, какое ущелье восхитительное. И очень гладкие камни. Да, если мы всегда видим реки и привыклись, что там волны большущие, то здесь дно, образующее разнообразные ванны, в которых, я думаю, можно было при желании искупаться. Пощупаем водичку. О, водичка довольно-таки прохладная. Долго в такой не прогуляешься. Каскад водопада в ту сторону. И сюда вниз уже уходит речушка. Действительно, тоже одно из чудес Абхазии. А какова красота. Ух. Жалко, вода холодная. Я бы сюда занырнул. Какое озерцо красивое. Местами здесь нету поручней. И можно прям туда и упасть. Я думаю, что отсюда в теплое время года люди ныряют даже. У меня, по крайней мере, такие позывы есть. Там глубина довольно-таки большая. И выглядит это очень привлекательно. Но надо не забывать, что здесь еще украшением является и природа. Мимо самой реки этих камней. Местечко. Конечно, очень классно смотрится. Мне, по крайней мере, нравится. Все эти виды очень завораживают. Посмотрите, реально природные ванны. В каком невероятном месте мы живем в этом мире. И какие есть очень красивые места, созданные самой природой. Ксения стоит такой один человек. И созерцает эту красоту. Повезло. Туристов немного. Говорят, обычно здесь нам встречается очень много людей. И приходится даже друг другу мешать. Места для проходов хватает. Это, представляете, это большой поток туристов. Здесь, конечно, тяжело будет разойтись. Вот как пещерный город. Такое, по крайней мере, складывается ощущение. Это архитектор, не человек, а именно вода. Сказочное место. Нам очень импонирует. Не жалею потраченного времени, что мы сюда приехали. Потому что я то, что вижу, это восхитительно. В лицах какова красота. Пускаемся по очередной лестнице. И здесь, конечно, видны булыжники. Человеческой жизнедеятельности металл. Что-то пытались или остановить, или построить, или что-то смывало бурными потоками реки. Когда приходят дожди, эти реки, ну, очень становятся полноводными и сметают все на своем пути. Тут даже особо комментировать не хочется, потому что природный рельеф все говорит сам. И шум воды действует действительно расслабляюще. Металл погнуло потоками. Ух, еще один. Бассейн. Фантастика, ребята. Какова красота. Ой-ё-ё-ё-ё-ё, как там красиво. Ну и каскады. Про этот водопад было написано, что даже когда не много воды, здесь очень живописно выглядят струйки, скатывающиеся ее по каменным глыбам. Это действительно так. Вот посмотрите, первый взгляд. Такое невероятное место. Вау. Вот он сам, Ольгинский водопад. Очень крутой каньон. Я был восхищен первым, в Ашипсе, в котором мы побывали. Но чем дальше мы путешествуем по Абхазии, тем более невероятные места предстают нашим взорам. Масштаба, вы посмотрите на Ксению. Какая она маленькая в этом каньоне внизу. И какое здесь все остальное очень большое. Мы подошли поближе к водопаду. Действительно, тут можно залипнуть надолго. Невероятная красота. Невероятные живописные кадры получается здесь заснять. Посмотрите, какая чаша снизу. Как я жалею, что холодно и нет возможности искупаться в этом месте. Здесь какого-то кино красивого, либо очень-очень страшного. Белиссимо. Я думал, меня водопадом не удивить уже, но этот по-своему великолепен. Продолжаем с вами нашу прогулку. Ксения тоже залипла на водопад. Пойдем спустимся еще ниже. Я всегда бдительный, потому что иногда, видите, на проволоку алюминиевую прикрутили поручни. Местами все очень-очень шатко. Ну и здесь выбирать надо правильную обувь, потому что можно к ней-нибудь обхать. Или намочить ноги, или подскользнуться. Я сделал все верно. Поэтому могу еще даже побродить по воде. Выбрать этот самый невероятный ракурс для съемки этого водопада. Как вам, ребята? Это как будто художественный у нас сегодня с вами фильм получается. Такие моменты созданы для того, чтобы точно запоминать. Невероятное место, невероятные кадры. Ху-ху! Далее, поскакав по камням, можно еще продуматься дальше по каньону. Если вы, как я, уже залезли в воду, будьте аккуратны, потому что камни здесь довольно-таки выпуклые и острые. И после воды становится подошва скользкая. Сразу не разглядели вдоль стены, если пройти, там даже был мостик, чтобы попасть именно сюда. Пройти по нему. Остается позади шум водопада, и новые краски начинают рисовать, как птичка сидит. Есть туда проход, Ксения? Или на этом все? Все, дальше маршрут заканчивается возможностью по скалу лазить. Хотя можно по камням попрыгать, пролазить. А, есть там проход, Ксю, там даже лестница имеется. Да, пойдем. Проход тут такой не для слабонервных. Но, как я говорил, намочивших ноги, он все-таки есть. Вот она стоит. Вот вам, пожалуйста, лезть с ней. Ну, уверен даже. Спускаемся вниз. И можем еще дальше прогуляться по реке. Это дерево просто невероятно красиво во мху. Ну, тут, по идее, так красиво тогда вся река. Смотреть. Но я думаю, что самое вау-зрелище, это был именно водопад. Ну, а дальше здесь тоже очень много растительности. Я когда вижу вот такие вот швеллера загнутые, конечно, мне жутко становится от мощи стихии, когда здесь летят потоки воды. Сносят все на своем пути. Красота, да и только. Сеню не остановить. Мы идем дальше. Вот это масштаб, да, ребятки? Грибочки растут. Я, конечно, не разбираюсь в их грибах. Но все больше местами их вижу. Посмотрите, какое озеро мы здесь нашли. Вот это мне уже напоминает Хашупсе. Какая она тут полноводная река. Как это красиво. Вау. Все туристы, которые примерно с нами выходили на маршрут, они уже все ушли обратно. Но не мы. Мы, как говорится, ищем еще более интересные места. Там по воде мы не пройдем. Пытаемся пройти сквозь лес. Да, что-то съело это растение. Тропы есть, по ним можно двигаться. Это джунгли. Я всегда переживаю. Главное, чтобы никакой змея не вылез. Или медведь. На этом, я думаю, что маршрут заканчивается. Хотя, если вот тут прощениться... Нет, там есть маршрут дальше. Да, можно еще идти. Дойдем до солнышка? Да. Мое падение в воду принесет мне огромные, так сказать, потери. Два квадрокоптера. Все остальное потонут. Ладно, один свой, но второй мне дали. Это было бы печально. Давайте. Очередной шевеллер, ребята. Как он выгнут. Все, надо быть только аккуратным. Видите, грязь скользит. Вау! Слушайте, после такого количества теней, да, выйти на солнечную поляну. Посмотрите, как здесь выглядит это озеро. Что-то нереальное. Погрегом можно путешествовать вообще тут до бесконечности. Посмотрите, какой фактурный камушек. Как будто из много шеста камушков, но это все одно. И скачем дальше по камушкам на солнышко. Ой, здесь таких много. Когда видишь вот такие вот стволы деревьев, которые река сюда выкинула, не дай бог, пойдет дождь. Тут за каждым поворотом все круче и круче виды становятся. Главное не упасть. Сейчас мы запечатляем, как Ксения будет скакать по камушкам. Ну, давай. Вон туда, я же тебе говорю. Не иди за мной, иди по легкому пути. Оп, оп. И все. Дальше просто. Ну, а теперь смотрите, куда мы пришли. Я уж честно, с каждого поворота все больше в восторге. Во-первых, какие белые камни, это как белые скалы, которые мы наблюдали с вами Сан-Дрипшина въезде. Стесанная просто. Ровная скала. Вода какая просто невероятно кристальная, чистая. Вот если бы в Хашупсе была такая же водичка, ну, там бывает она, когда нет туристов, когда вода совсем холодная, я думаю, мы там тоже бы увидели такую же красоту. Единственное, не видел ни одной рыбки еще. В реке. Ух ты! А тут как провал. Слушай, еще глубже. Вот это да! Мы сегодня будем останавливаться? А заканчивается эта речка? Нет, в море впадает. Ну, давай еще до того поворота, и все. Мне, видите, проще. Я могу ходить по воде. Ксении вот приходится карабкаться по камням. И тут кто-то терял тапки. Все, ребята, я думаю, что мы здесь будем заканчивать, потому что можно идти по руслу, и находить все более и более красивые места. Места здесь действительно невероятные. Среди гор течет река, вырезав в скалах, для себя русло. Это очень красиво. Я очень надеюсь, что прогулка вам понравилась. Место действительно невероятное. Теперь я вам предлагаю полетать, посмотреть, как это выглядит с квадрокоптера. Здесь я сделал для себя прям очень крутые кадры, потому что закрытое пространство, летать довольно-таки сложно. Но надеюсь, что вы оцените это в комментариях. От души, ребят, всех обнимаю. Целую. Приятного просмотра. И встретимся в следующем видео. Подписывайтесь на канал, на наши все соцсети. Ссылки есть в описании к первому комментарии. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok